Зачем вам Елань? С вами Скайски и сегодня я разберу, нужна ли вам она. Ну, переубеждать я, конечно, никого не буду. Начнём с того, что Елань, в принципе, не требует многого. Начиная с лёгкого геймплея и понятного для каждого, заканчиваю достаточно лёгким сбором персонажа. Хоть многие придерживаются вообще другого мнения, что она очень трудная. В любом случае, я это всё сейчас разберу. Да блин, тот же Синтю на порядок будет требовательней. Не, ну серьёзно, если даже у вас не выходит крутить сигну, то тут даже нефиг расстраиваться. Спойлер, ей любая палка, в принципе, красок много по урону и не делает. То есть, поставь ты какой-нибудь лук, трёхзвёздочный и даже тот же легендарный, кардинально урон не поменяется. Да, я не говорю то, что тогда можно ставить любой её лук и, в принципе, будет нормально. Нет, конечно, лучше поставить более такой нормальный, я об этом ещё скажу. Но, кардинально, нет, не стоит расстраиваться из-за того, что, ой-ой-ой, у меня не выходит крутить её сигну. Нет, конечно. Да, ведь на это нужны и примогемы. Кстати, про примогемы. Genshin Drop. Сайт, где вы можете купить пак примогемов и луну дешевле, чем в самой игре. Безопасный и выгодный донат. Не бойтесь, за донат оттуда вас не забанят. Ведь тут всё официально и примогемы очень быстро попадут на ваш аккаунт. Так что не забывайте заглядывать в описание, сайт указан именно там, и использовать мой промокод, который вы сейчас видите на экране. Каномьте свои деньги. Ну ладно, без лишних слов. Я, в принципе, скажу то, что ставьте на неё без струны или фавони и бегайте нормально, без сигны. Но сигну, конечно, тоже будет приятно покрутить. С артами примерно всё просто, но, конечно, нужно будет немножко поднапрячь зад. Цветок на хп. Первое, конечно, силу атаки. Часы на восстановление энергии. Кубок гидроурон. А шапка, конечно же, шанс крит попадания. Да, тут стоит немножечко посидеть и немножечко пофармить. Но если у вас уже есть подобные артефакты, то я вас обрадую. Но это ещё от сета зависит. Давайте рассмотрим сет. Сет эмблемы, в принципе, будет, конечно, самым выгодным, самым лучшим. И вообще... Ну, а так вы можете вперемешку какие-нибудь другие накидать. Но тут я много вариантов не вижу. Тут вы берёте милилица, знать всё и пошли. В принципе, да, много выбирать не нужно. Созвездия? Да, они могут быть актуальны для тех, у кого уже есть елань. Да, конечно, вы можете докрутить её в второе созвездие. Но даже без этого второго надоевшего созвездия, она, в принципе, так и не становится неиграбельной. Кто такое вам сказал? Не знаю. Просто многие говорят, ах, это как? Все говорят в интернете, что обязательно нужно выбивать второе созвездие или персонаж вообще мусорка. Во-первых, нет персонажа, который без созвездия и вообще мусорка. Это невозможно. Во-вторых, я понимаю, в какую я игру играю. И тут, конечно, созвездия разработчики запихали подальше, чтобы денег побольше вырубить. Но всё же, персонаж от этого не становится тупым. И да, многие действительно думают, что если они не открутят это второе созвездие, то всё, они лохи. В принципе, никто не запрещает крутить второе созвездие. Симп не симп, это уже не мне решать. Но это странно, как минимум, называть персонажа вообще бесполезным. И вообще, фу, зачем ты им играешь без второго созвездия? Хотя это вообще уже тема для отдельного ролика. Беру себе на заметку. Итак, нужна ли она тебе в пачке? Да. Даже если у тебя есть Синтю, определённо. Не забываем то, что Елань сильная альтернатива Синтю. Да, они похожи, всё же от этого никуда не денешься. Так что, если вы возьмёте себе Елань, она будет приносить ещё больше успех, нежели Синтю. Но его тоже далеко не выкидывайте. В общем, бездна будет дрожать коленками, убегая от вас, роняя кал по пути. Хороший аппликатор, сабдд и просто крутая женщина. Обязательно крутите, у кого есть возможность. А если у вас нет возможности, то тоже крутите. Вы не пожалеете. И ещё раз присмотритесь к её дизайну. Вдруг вы заметите для себя какие-нибудь интересные детали. И скажете, да, этот персонаж мне подходит. Удачи в крутках. С вами был Скайск. Я вам всё разобрал. Ваш раб. Заглядывайте в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok